А, давайте помолимся. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я прошу минут пять сейчас пока подождать. Сейчас у меня ребенок просто тут рядом бегает, чтобы не мешался. Я его вот веду, чтобы присмотрели за ним. Пять минут это много, давай я тогда начну, потом маякнешь, когда подойдешь. Договорились? Конечно. Рассердись мы так. Мы продолжаем сегодня 22 февраля 2019 года. Мы продолжаем исследовать пособия по изучению Евангелия от Марка. И разбираем искушения Христа. И вот нам предлагается разобрать пятую главу Великий инфизитор Федора Михайловича Достоевского. И на прошлом занятии вот брат начал читать и не закончили мы. Я вот продолжу с вашего позволения. Рассердись. Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же. Мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что ты с никодаванием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными. Хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его. Еще много выстрадает земля, что мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем, ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле. То есть, перед кем преклониться, кому вручить совесть и таким образом соединиться, наконец. Всегда человечество в целом в своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее. Ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Секунду кто-то тут появился. Великие завоеватели Тимура и Чингисханы пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную. Но и те, хотя и бессознательно выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Я имею в виду, отвергли Христа и пошли за Антихриста. От себя добавляю. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возвалить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Не знаю, что это слово обозначает, кто знает, можете сказать. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрыжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя, и воздвигнем чашу, и на ней будет написано тайна. Но тогда лишь, и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Это каннибализм. Антропофагия. Каннибализм. То есть, когда человек есть другого человека. То есть, когда эту Вавилонскую башню без священства, вот этого римского, начнут люди строить, ну вот он говорит, что они кончатся тем, что будут есть сами себя. То есть, им нужен руководитель такой вот, антихриста, и они вот этого, власть антихриста, и они уже восемь веков, как готовят к приходу эту власть. И вот он как бы со Христом разговаривает. Инквизитор великий. Ты гордишься, ты гордишься, то есть он ко Христу обращается. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще, сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали, наконец, ожидая тебя, и понесли, еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву, и кончат тем, что она на тебя, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя, у нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или со лжом? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабство и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободные умы, наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возобьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам. Спасите нас от себя самих. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда увидят, что не обратили мы ко мне и в хлебы, но воистину более чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо слишком будут помнить, что прежде нас самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи, «Кто раздобрил стадо и рассыпал его по путям неведомо, но стадо вновь соберется и вновь покорится его уже раз навсегда, тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ». «Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомо?» Я оговорился, простите. «Но стадо вновь соберется и вновь покорится и уже раз и навсегда». То есть евреи были рассеяны после того, как распяли Христа. И вот она вновь перед приходом антигриста соберется, это стадо еврейское раз и навсегда. «Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильные, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого». «Простите, бродяйте, может кто-нибудь начать запись? То у меня сейчас зарядка кончится, и я не смогу даже присутствовать». «Борис, вы с нами, ведете запись? Борис с нами, он обычно ведет запись?» «Да, просто у него тоже иногда там что-то бывает, случается, мало ли. Тут ничего не стоит, просто нажать, кнопку начать запись, и все. Особенно если у кто-то со смартфона, то тогда еще проще. Там крестик посредине, и дальше начать запись. Я вот не знаю, как на компьютере, потому что я с компьютера, вот, все. Посекрис просто играет». «Селенка начинает запись, хорошо. Они станут робкие, начнут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут удивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо». Опять я говорил, «Селенка, благодарю». Так, а еще раз. «Они станут робкие, станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Но столь же легко будут переходить они по нашему мановению, к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободное от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором и невинными плясками. О, мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя. А нас они будут обожать, как благодетели, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей. Все, судя по их послушанию, они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести. Все, все понесут они нам. И мы все разрешим. И они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесную и вечную. Ибо если бы было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что сбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов в счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи для счастья их на себя, мы встанем пред тобой и скажем, суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя, знай, что и я был в пустыне, и я питался акридами и коленями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать число избранников твоих, число могучих и сильных жаждой, восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумием. Я воротился и примкнул к сомну тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых, воротился к смиренным, для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горящий углик костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришло нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением, когда же кончил, кто вдруг улыбнулся. Алеша, все слушавший его, молча, конечно же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но, видимо, себя сдерживший, вдруг заговорил, точно сорвался с места. Но это нелепость, скричал он краснее. Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать? То ли понятие в православии? Это Рим. Да и Рим не весь. Это неправда. Это худшее из католичества инквизиторы и иезуиты. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие-то грехи людей, взятые на себя. Какие-то носители тайны, взявшие на себя. Какое-то проклятие за счастье людей. Когда они виданы? Мы знаем, и у заитов про них говорят дурно. Но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то. Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства с императором, римским первосвященником во главе. Вот их идеал. Но безо всяких тайны и возвышенной грусти. Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения, вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками. Вот и все у них. Они в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия. Да стой, стой, смеялся Иван. Как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты? Пусть, конечно, фантазия. Но позволь, однако, неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть, и в самом деле одно или лишь желание власти для них, для одних только грязный благ? Уж не отец ли Паисий так тебя учит? Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего, но, конечно, не то, совсем не то, спохватился вдруг Алеша. Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое, совсем не то. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великую скорбью и любящего человечества? Видишь, предположишь, что нашелся хотя один из всех этих желающих, один только одних только материальных и грязных благ, хоть один только такой, как мой старик, инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но однако же всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и убедавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божьих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своей свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул к умным людям. Неужели этого не могло случиться? Кому примкнул, к каким умным людям, почти в азарте воскликнул Алеша, никакого у них нет такого ума, никаких таких тайных секретов, одно только разве без Божия, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет. Хотя бы и так. Наконец-то ты догадался, и действительно так, действительно только в этом весь секрет, но разве это не страдание хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству. На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, недоделанные пробные существа, созданные в насмешку. и вот убедясь в этом он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе обман во имя того, кто в идеал, которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь. Разве это не несчастье? Если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, жаждущей власти для одних только грязных благ, то неужели же недовольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того, довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлось наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случились и между римскими первосвященниками эти едины? Кто знает, может быть, этот проклятый старик столь упорно и столь по-своему любящий человечество существует и теперь в виде целого сонна многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей и с тем, чтобы сделать их счастливыми? Это непременно есть, да, и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов раздробления единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь. Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом. Ты может быть сам масон, вырвалась рука Алеши. Ты не веришь в Бога, прибавил он уже с чрезвычайной скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. Чем же кончается твоя поэма, спросил он вдруг, смотря в землю, или уж она кончена? Я хотел ее кончить так. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик сдрагивает, что-то шевельнулось в конце окуп его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе никогда, никогда!» Кает его на темные стогна рада. Ленник будет. А старик поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. «И ты вместе с ним, и ты!» Горес навоскликнул Алеша. Иван засмеялся. «Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма, бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. Чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать сомне людей, поправляющих его подвиг? О, Господи, какое мне дело, я ведь тебе сказал, мне бы только до 30 лет дотянуть, а там кубок опа. А клейки, листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина, как же жить-то будешь? Чем ты любить-то их будешь? Горес снова склицала Леша. С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть. Убьешь себя сам. Держишь. Есть такая сила, что все выдержит. С холодной проговорит. Какая сила карамазовская, сила низости карамазовской, это потонуть в разврате, раздавить душу в растлении, да, да, пожалуй, и это только до 30 лет может быть и избегну, а там как же избегнешь, чем избегнешь, это невозможно с твоими мыслями, опять-таки по-карамазовски задавить, а не раздавить, да, задавить душу, а пожалуй, это только до 30 лет может быть и избегну, а там как, чем избегнешь, это невозможно с твоими мыслями, опять-таки по-карамазовски, это чтобы все позволено, все позволено, так ли, так ли, Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел, а это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Меусов, и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий, криво усмехнулся нахмурился, пожалуй, все позволено, если уж слово произнесено, не отрекаясь, да и редакция Митенькина не дурна, Алеша молча глядел на него, я, брат, уезжая, думал, что именно на всем свете хоть тебя, с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван, а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник, от формулы все позволено, я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да, Алеша встал, подошел к нему и молча, тихо поцеловал его губы. Литературное воровство, вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, это ты украл из моей поэмы, спасибо однако, вставай, Алеша, идем, пора, и мне, и тебе, они вышли, но остановились украл вца трактира. Вот что Алеша проговорил Иван твердым голосом, если в самом деле хватит меня наклейки и лис, листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе, если хочешь, прими хоть за объяснение в любви, а теперь ты направо, я налево, и довольна, слышишь, довольна, то есть, если бы, то есть, если я бы завтра и не уехал, кажется, уеду, наверное, и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слов. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже особенно прошу тебя, даже и не заговаривая со мной никогда больше, прибавил он вдруг разотражительно. Все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам. Когда к 30 годам я захочу бросить кубок ОППО, то где бы ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою, хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду, очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени. Каков-то ты тогда будешь. Видишь довольно торжественное обещание, а в самом деле мы может быть лет на 7, на 10 прощаемся. Ну иди теперь к твоему Паттер Сарафикс, ведь он умирает. Умрет без тебя, так еще пожалуй на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз вот так и ступай. Иван вдруг повернулся и пошел своей дорогой уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странно это замечание промелькнуло как стрелка в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя след брату, почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде, но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось и ему было почти страшно, что то, что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять как вчера ветер и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скидский лесок. Он почти бежал. Патер Серафикус это имя он откуда-то взял. Откуда промелькнуло у Алеши? Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу? Вот и скид, господи, да, да, это он, это Патер Серафикус. Он спасет меня от него навеки. Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг после того, как расстался Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь. Ну вот и с Божьей помощью прочитали мы эту главу Федора Михайловича Пестоевского из книги братья Карамазовы. Ну и у кого есть какие-то рассуждения, мысли, пожалуйста, давайте порассуждаем. Пожалуйста. Мир вам, братья. Это Роман Фроликов. Вот, конечно, меня удивили слова верующего брата, забыл, как его зовут, который говорил Ивану, получается, да? То есть вот этот монолог это Ивана, я вот потерялся немножко. То есть длинный монолог, который или кого? там Дмитрий еще, да? Надо было читать этот рассказ. Было же ссылочка Игнати Тихонов выдавал. Это Иван рассказ такой написал. Рахиль, плохо тебя слышно, громче. Да, вообще как будто. в общем, тот, который верующий в ряд говорит почему-то, что тот, который говорит за Антихриста, словами Антихриста, ну, его помощников, получается, что он не верующий, а он на самом деле получается, по всем словам верующий, он признает Иисуса Христа, но он сопротивляется ему, противничает ему, как бы, ну, пытается против действовать, как бы. Самое интересное, понимая прекрасно, что все равно он одержит над ним победу, потому что он бог, он-то знает, что он бог, и он верует на самом деле, просто он сопротивляется, как услужит просто вот этому противнику, то есть дьяволу сутане. Написано в Писании «И бесы веруют и трепещут». И веровать надо, сами бесы они видели там. Я говорю про Антихриста, про человека, это же от имени человека говорится, Антихриста. То есть он на самом деле верующий, он верит, он знает, ну как бы верит. То есть он от бесов это все знает, что Бог Иисус Христос, он все равно их победит всех. И несмотря на это, он все равно это он тоже как вот делал, он это все делает. Как бы, ну людям плохо делает, получается, обманывает людей. Он сам прекрасно все понимает, что он обманывает. Все равно обманывает. Лжет. Это не Антихрист, это человек, который выбирает Антихриста, а не Христа. Ну, это тоже самый Антихрист, который выбирает, он тоже, можно его так же назвать Антихристом. Одинаков. В Писании сказано, появилось уже много Антихристов, то есть, но Антихрист, который в последние времена идет, это вот отдельная личность, а люди, которые готовят его приход, их тоже можно назвать Антихристами, ну или слуги, дьявол. Ну, это все одно и то же, просто при Антихристе это будет уже, как бы, люди потеряют благодать рассуждать, и все, только в этом разница. Подожди, секунду, там, вот, брат заметил, там все намного глубже, и поэтому нужно можно сказать про все, что угодно, надо же как бы аргументировать, что там именно глубже, что не глубже, вот получается, что все одно и то же, так же Антихрист, так же, почему при нем их же и скажут, мир и безопасность, то есть, вот тогда об этом говорится, что все будут довольны, радостны, а те, которые недовольны, их всех уничтожат, убьют, как написано, чтобы праведников там убьют, да, вот, и пророков там двоих убьют, вот, и все, и мир и безопасность больше нету, тех, которые будут мешать, обличать в грехах, все, грешите, пожалуйста, вот это все то же самое. Вот Алексей написал, там глубже все намного, что Алексей именно глубже, вот Роман спрашивает, что, что глубже, ну, Роме кажется, все так просто, они выберут мир и безопасность, временное и наслаждение, греховное, зная, что это греховное, все это временное, не веря в будущее воздаяния, и что глубже. Если микрофона нет, то плохо, конечно, печатать долго. А тут еще просматривается прообраз протоколов, протоколов всех мудрецов, мне так видеться. Конечно, это все связано. А можно я скажу? Да, все можно. Вот мне, то, что мне запало, как бы, вот я читала тоже, читала, и то, что мне запало. Нет ничего обрастительное для человека, как свобода его совести, и нет ничего мучительнее. Ну вот, вот это, мне кажется, сбывается и сейчас. И потом, вот он говорил, этот великий инквизитор, вот он говорил Христу, да, ты вожелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобой. Ты не можешь ничего сказать больше, да, чем уже сказал. А я, а как бы, вот, дьявол, он, действует принуждением. Он, как бы, прикрытием свободы, да, будет принуждать, как бы, можно сказать, делать грех. И он говорит дальше, но владевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. То есть, вот, которые, допустим, отпали от Бога, иногда вот, говоришь, говоришь им, вот надо, они успокаивают свою совесть. Они говорят, нет, это тоже истина, это тоже, это тоже правильно, там, какое-то ложное учение, допустим, да. И людей, почему, почему так сложно таких людей привлечь? потому что, наверное, вот, он, он, как бы, берет и успокаивает как бы совесть ихнюю, как-то так, не знаю, может, запутанное я сказала, извините. Все правильно, только вы сказали, что сами успокаивают свою совесть, и кто-то их успокаивает. Вот здесь, человек, вот этот инквизитор, он берет на себя миссию по успокаиванию людей совести, что грех вы делаете, не мучьте себя, не укоряйте себя, мы вам разрешили, мы за это ответим. Это вот, мне представляется в этом, ну, тогда это были, писалось, как бы, Иван, который писал, представлял себе римских священников, вот, а я сегодня представляю себе наших батюшек православных. Сегодня это называется экономия Мы разрешим ваш грех, батюшка сказал, батюшка сказал, а он сказал вопреки слову Божию, он либо неверующий, либо туда в Библию ты не заглядывал никогда. Вот в чем беда. Благословил, батюшка благословил. Благословил грех, батюшка, понимаешь, вот в чем беда. Да, но они не говорят грех, просто благословил вот это делать. Как, когда эти говорили, не говорят своровать, а взять. Благословил, взять. Да, вор никогда не скажет я украл. Я взял, да. Да. И вот это вот ере, заблуждение, то есть сатана, вот он так начинает человека обращать, что то, что тебя совесть мучает, ничего страшного. это мы за это ответим. Ты давай, ты же нам исповедовал эти грехи, тайны нам сердца своего раскрыл, и все нормально. Главное, чаще исповедоваться, чаще причащаться, сдал грехи, пошел дальше. По грехе жить. Вот мне в чем как бы. А тут еще инквизитор говорит, что есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленит совесть этих слабосильных бунтащиков, да их счастье. Это силы, чудо, тайна и авторитет. Но ты, то есть Христос, отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. Да. Потому что Господь наш Христос, позвольте заметить, Он знал, что есть еще Он сам, Он через Него, Он может сделать человека счастливым. Вот. Только благодаря Ему человек может понимать, что вот Он за Него умирает, действительно. То есть это не ложно. А вот то, что Он говорит, инквизитор, то есть это антихрист, большинство римских пап и прислужников, что якобы они умрут за людей, но это же ложь. Потому что они должны, как Игнать Сихныч говорит, и я должны ему говорить, каждый за свой грех умрет, а за другого уже не сможет умереть. И только безгрешный, как Бог Иисус Христос хвала Ему, может умереть за меня, за вас, за всех людей умирает. Но воскресает и нас воскресит в последний день. И вот интересно, что Достоевского очень любят и как бы на него указывают, когда про Россию говорят иностранцы, ну то есть масоны, я так думаю, потому что по телевизору это я слышал часто, очень, вот в 90-е годы когда еще интернета не было, когда говорят там Россия, они о, Достоевский, сразу вспоминают Достоевского. И вот только сейчас на меня начинает доходить, почему они так любят Достоевского. самое интересное, что Достоевский как бы напрямую не говорит о благовестии, что он говорит, да, что ты хочешь, хотел написать про Иисуса Христа, что прославлять его, а в чем прославлять его, то он не говорит тоже. Он как бы написал прославление инквизитора, но она ложная и его прослушников. А вот Иисуса Христа вот так явно, как вот я сейчас сказал, что вот он за нас умер, только единственный он, вот это вот не это у него в книгах. К сожалению. Ну вот Рова спрашивал Алексея, который написал, он, к сожалению, может быть, не может говорить, пишет, я сейчас переведу, что он сказал, там все глубже намного. Вот, и он пишет, что же глубже. Ты вообще читал, Рома, эту дальше-то повесть-то нет? Нет, не помню. Может, ты читал, но не помню уже. Плохо, когда не знал, да еще и забыл, у меня папа тогда всегда так меня подкалывал, когда я лукавил. Вот. Дальше вот он Алексей пишет, Иван же далее с ума сходит. К нему черт приходит, он не выдерживает этого, все дозволено. Он сам оказывается этим слабосильным, который не может без тайны и авторитета. Он о душе говорит, Роман. Да, я в этом же и говорю, я в этом же и говорю. Вот, то есть, он вот этот Иван называет слабосильными, вот, кстати, вот, я не совсем тоже уловил, слабосильные здесь в интернетах. Ну, это все люди, кто не знает вот это вот, то, что он говорит, инквизитор. То есть, инквизитор выступает, как бы, вроде, вот этого, кому должны, кого должны слушаться. вот. И кто скажет... Это те люди, которые поклонились антихристу, антихристу. Не совсем, нет, это, ну да, это... Или он называет христиан, которые не покорились слабосильными. Не, не, нет, это, получается, все люди, кроме тех, которые скажут, что они понесут ответственность, возьмут ответственность на себя. Знаете, каждый же не говорит, что я возьму ответственность за тебя или за другого, а вот они скажут, и вот под эту вот марку ложную, что якобы они возьмут, они вот скажут, грешите, пожалуйста, или там вот, ну а будьте нам послушны. Вот так. Там в других делах каких-то. Ну, в первую очередь, конечно, дело какое будет, это отречение от Иисуса Христа. То есть сказать, что я не христианин, я не признаю, вот, что Иисус Христос за меня умер, потому что они за меня умерли. Вот эти вот инквизиторы, вот эти, кто ему служит, инквизитор, ну то есть высшие вот эти начальники, которые возьмут из себя ответственность, якобы возьмут из себя ответственность. А почему глава так называется великий инквизитор? Что такое инквизиция? Инквизиция, это суд вот римский, который у там папы, вот эта верхняя верховная власть, у них была суд такой, инквизиция. Вообще просто инквизиция это суд, а вот суд над юритиками, которые сжигали на костре это инквизиция? Да, то есть инквизиция, она как и то есть они как и осуждать могут и как любой суд они могут и вынести какой-то награду, да, вот они выносят и выносят если вы слушаетесь, то вы будете вечно жить, они обещают, ну, можно обещать. Да, потому что мы совершенно когда нам пишут правильно, что это инквизиция, это переводится как расследование, то есть великие исследователи, исследователь может быть здесь можно сказать человеческий душ, розыск, разыскивает, то есть как следователь, следователь, да, пытается докопаться почему до истины, почему вернее вот он сам оправдывает себя, то есть он нашел ложную истину, ложную истину, нашел ересь, заблуждение, что грехи на себя может взять только Иисус Христос, а он его отвергает, и а мне как бы вот конечно запало это то, что целуют его, и Алеша целует старика, и Христос целует этого инквизитора, молча причем, и мне это напоминает почему-то ассоциация с поцелуем Иуды, и Христос отвечает целованием или предаешь меня, а здесь наоборот, как бы Христос целует предателя тоже как бы ну такое вот интересное такое подметил по любви да, то есть он поцелуем пока здесь поцелуем показывается тем не менее любовь даже ты меня предаешь, но я все равно желаю, чтобы ты покаялся, пришел к истине, я как бы до конца люблю тебя как бы ты да, что ты имеешь возможность покаяться пока еще живешь вот, а не как Иуда это ну напоминание да, об Уде, что он на самом деле этот инквизитор он Иудой оказывается он все знает о Христе но он его предает но в отличие от Иуды инквизитор еще может покаяться Иуда это самоубийство завершил свою жизнь тут о покаянии вообще нет речи тут этот инквизитор он власть полюбил он сам себя считает властью над всеми людьми вот они меня целуют они тебя сейчас прославляют но ты сейчас уйдешь и они будут подчиняться мне они в моей власти он так и говорит же ему то есть ну опять таки это все ложно как бы ну как ложно само собой Рома ты не читал вообще и что-то больше всех говоришь вот это странно пусть говорит все оигнатий тихоныч тут появился сейчас мы его подключим слава тебе господи аллилуйя вы с нами пробились а мы только что закончили чтением а как раз у меня механики тут братья Карамазовы ну наклонись наклонись чтобы они видели тебя спасибо брата господи помог слава тебе ну вот сейчас как раз прочли дочитали великого инквизитора из Достоевского и вот сейчас идет бурное обсуждение вот очень активно роман выступает хотя ничего говорит не читал вот мысли хорошие у людей у вас микрофон гнать тихо не включили включить я говорю я надеюсь на Бориса Семеновича он запишет я у него оттуда скачаю ну вот у меня мастера пришли техники потому что я не мог зайти в скайп а утром всю ночь никак у меня не ладится присоединиться к интернету так вот тут какую-то премудрость сделали на время так ну что час прошел у нас хорошо мы позанимались пожалуйста у кого вопросы есть может быть по прочитанному может быть Игнать Тихонича кто-то желает спросить там вот потом этот в конце то Иван с ума сошел да Игнать Тихонич да ну черт пришел и он все равно как бы ну остался при своем гордом мнении ему стал дьявол являться дьявол который и вот этот Лавров играл вообще А это Ульянов играл Митю а теперь вот Ульянов сыграл этого Антихриста желательно чтобы посмотрели все Я как раз сейчас читал и тоже представлял как он просмотрел как он читает очень проникновенно не знаю как у меня получилось но я старался если у кого-то в записи сохранилось то интересно Ты завтра придешь топить то во сколько? Да я вот посоветоваться хотел у меня с 9 до 12 работа либо до 9 приехать первый раз затопить а потом еще перед службой либо уж приехать к часу как говорится и топить там успею надо еще с Володей посоветоваться может быть не знаю как 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 Лучше брат с утра затопи О тебя что выписали что ли? Да почему? Я сижу в палате вас ваше занятие слушаю Наш гренадер голос подал Он с нами я его увидела А я думал что может Игнать Тихонич через твой компьютер зашел да молчит На леченом коне далеко не уедешь Вот Но тут у нас второй Игнати Лавкин в группе обнаружился Ну давай где он Вышелкнул Тебе сказал Я начну с ним говорить И мы узнаем друг друга Так Вячеславу говорю У меня сделали все Я вышел Приехал высокий мастер Слава Христу Слава Христу Мастер Они все могут на расстоянии делать Подключился и дел Летает именно в командировку У него своя фирма Я сразу с чем это связано Вот недавно только он летал туда на повышение что ли может квалификации не знаю Вот врач у нас он все время года через два ездит там в Санкт-Петербург или где-то идут уроки Виктор Андреевич его там кое-кто знает из наших Ну еще Тогда вопрос будет Давай А почему этот старик инквизитор называет вот тех людей которые исправляют подвиг Христа и разрешают грешить людям несведущим то есть которые в неведении находятся Он говорит что мы вот эти сотни тысяч будут только несчастными Все вот эти в неведении люди будут находиться они счастливые а мы говорят будем несчастными Это здорово Это вообще пророческий глаз Как сейчас экономия придумали А кривее слово не нравится когда строгость А им все разрешено И поэтому вы строгих ты набрал гордых Гордых он ему говорит набрал Ну спасли там десять тысяч А мы сто миллионов спасли То есть они позволили грех и этим привлекли к себе людей и все дозволили А куда спасли А там в конце написано и после смерти обрячут лишь смерть там ничего нет Вот это как раз сегодняшнее состояние церковное но он пока заделал в Севиле было у католиков там кардинал но на самом-то деле это все наше вещь это жемчужина Достоевского Да он уже тогда подмечал это в священстве Кисликов то Спиридон то он описал как работал там в тюрьме и один подошел исповедовать я говорю не верю ни во что почему я наисподе сказал священнику что тут была какая-то организация там они тоже ничего не делали но я ничего не делал просто несколько дней было и он сразу выдал его по указу Петра Первого его сразу арестовали лет двадцать дали ему так что и советская власть пришла и расстрелы или и Бутова это все на месте стоит у Бога все вымерено они попы быстро зарываются Игнатих а почему они вдруг несчастны они же добились того чего хотели эти протоколы сиконских мудрецов то есть все им поклоняются все им открывают свои тайны все им идут исповедуются почему потому что их совесть тоже обличает что они людей вас-то толкают почему они несчастные они по идее должны быть счастливыми раз они всех обманули вокруг нас обвели мне нельзя на этот вопрос отвечать меня сразу обвинять начнут скажут вот вы о себе хвалитесь но есть чем хваляще хвалить господом что вы так боитесь потому что ничего человека нечего сказать я больше всех потрудился больше в опасности больше сравнить себя с апостолами один дорога сбросил и говорит я когда читаю я больше ни о ком не думаю только о вас а мы в путешествии там на Лиссабоне уже путь держим так и здесь почему вот вопрос я не один раз рассказывал что у меня в интернете шел лоховец Тручков Александр ну мы познакомились здесь скажут что в моем мире то я гляжу он там целую статью пишет я встретил человека счастливее которого не встречал профессор чуть подальше микрофон чуть подальше микрофон держите подальше самый счастливый человек я говорю тут сидят пять генералов мэр города прокурор края генерал-лейтенант и они только о вас говорили более счастливого человека мы не знаем почему по какому критерию вы делаете то что вам нравится и делаете с полной самоотдачей вот это сейчас на меня Синицкий навалился а в этот ролик кинул вам и говорит так и было бы он продолжал хватать всех но натолкнулся на меня но и вот эта ночь сейчас его переворачивает со всех сторон поджаривает а я усилию о нем молитву чтобы господь привел его к покаянию и этого безумия в судный день не помянул ему он не знал что представь три уже ролика поставил да еще 33 заказных там целый коллектив большой работает масоны меня масоны уже третий раз заказывают то есть они несчастны могут быть от того что они желая людям зла в ответ получают поцелуй но не может быть счастья я спрошу Мария Карелия написала роман печаль сатаны кто считал ее брокеру приписывает скорбь сатаны а на самом деле это печаль сатаны Мария Карелия и перевод княгини Кропоткиной кто не считал зарядите не пожалеете а там ответ на многие вопросы дьявол говорит когда люди меня слушаются это самое печальное для меня но когда они меня отвергают не принимают я имею возможность приблизиться к Богу хотя бы чуть-чуть вот мысль какая потому что мы доктор я сатанист сатана ненавидит этих людей которые его принимают терпеть не может он их убивает топит пережигает а кто его отвергает эти позволяют ему хотя бы чуть-чуть вспомнить то что там было когда-то это хорошо написано в поэме демон у Михаила Юрьевича Лермонтова когда этот ангел сошел и он эту Тамару там утешает и поет а тот тот-то злой дух-то снаружи и он слышит его а ангелы топели когда-то вместе на небе свят 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 и ныне и следа через слеза тяжелая катится и ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень слезою жаркою как пламень нечеловеческой слезой вот как написал то есть он он несчастный он вспомнил что там было вот как-то есть у Жан-Поли Рихтера так может мало кто знает этого писателя вот это с французского перевод перевод кажется Чернышевского и он об этом говорит вот старец подошел к окну новый год люди справляют фейерверки там все радостные а он один один его никто не видит и он всю молодость проводит перед собой и там не так и тут не так и он заплакал Боже дай мне вернуться хоть на день туда когда я мог по-другому с родителями обращаться с товарищами с друзьями куда я попал и вдруг просыпается что ничего этого не было и он горько-горько плакал Господи за что такая радость что я-то еще живой ну ему там лет 30 и я могу все поправить вот мне пишет иногда хорошие люди все ну с родителями никак они это проклинают что делать жена говорит и муж-то хороший я говорю ничего не делай пока до вечера когда придет помолитесь а я начинаю молиться сейчас же и пусть он идет к родителям упадет на колени и попросит мать чтобы как наша мама Мария Егоровна положила руку на голову руки и помолилась о нем они с ним поступили крайне несправедливо но это ничего не значит в вопросе вечности иди к родителям поди их не будет ты будешь горько-горько страдать я даю советы как будто для малодушных людей а на самом деле это люди подвига переломи это все все перемерется мука будет из муки ну что загорюнились давайте еще вот русский философ идеалист Соловьев Владимир Сергеевич это сын историка Соловьева у того я не знаю историю русской державы он писал это вот Костомаров это вот они как раз вместе и вот он писал этот теперь три разговора об антихристе как ему это видится Соловьеву Сатана антихриста всем будет подходить отдельная группа людей которые придерживаются Андрея православная другая группа придерживается Павла это протестанты иная группа придерживается Петра католики и вот Сатана теперь обращается к католикам вот этот самый как инквизитор что вам сделать любезные мои он таким себя милостивым покажет такой добрый ни одного правителя такого доброго не было до момента пока не воцарится три с половиной года он будет улещивать и люди ни о чем не будут говорить как только ты слышал у Израиля это там какой человек вот нам бы такого правителя но она еще всю страну разбазарила полунищие люди все сдирают и сдирают и он ласковый и внимательный будет а тогда показывает крайнюю жестокость когда придет и тогда настоящее его лицо будет явлено это Соловьев говорит об этом спросит католиков чтобы вы меня приняли что нужно они ему скажут нам нужно вот то-то и то-то чтобы Ватикан расширен был папская власть такая тиары ну и прочее пожалуйста я все вам даю но найдется маленькое число людей которые скажут мы бы тоже приняли нам такой правитель нужен но скажите что вы являетесь предтечей пришествия Иисуса Христа который грядет на облаках вот этого я делать не могу так же будет с православными небольшая группа останется которая потребует ну все нам мощей надо куча ворох надо там то другое храмы чтобы на каждые полметра три храма было ну все сделаю и так же самое примите признайтесь объявите себя предтечей Христовым вот этого нет не могу сделать я бог и сядет как бог выдавая себя за бога вот это тоже сильно написано это у меня материал был М1-М5 то есть масон 101 масон 105 я 14 лет работал но меня вот сейчас вот это синистки то масон то они ополчились но это основание есть потому что я большие материалы о них дал как-то протокол осяонских мудрецов издал при том полное толкование всех их тут понятно что на евреи его воцарят они будут счастливы не забывайте остаток спасется вот представь себе кто-то имеет одного сына одного единородного и он все для него делает все но веры в бога у того нету и вот он воцарится и первую жертву которую пожелает принести в жертву это отца родного связать заколоть и сжечь что отец в это время думает вот это будет с евреями когда он воцарится и поднимет против них войну они тысячелетия грабили народы что только они делали все золото мира к себе все швейцарские банки и вдруг он против них поднимет гонения и они поймут как они ошиблись вот это еще будет впереди я не знаю кто может есть у нас который слышит запах пороха который уже земля начинает порохом пропах уже рядом близко совсем близко Игнатий Тихонович вот есть ролики появились в интернете про Джерада Кушнера зять Трампа что вы думаете я не знаю а что там такое наделал у него счастливое число 666 он самый вы скажите чтобы он меня в друзья взял ну немножко миллионов сто долларов да вы ролики откройте взять Трампа и все и увидите сами у меня стихотворение есть как вам это легко ли жить вам если про меня не знаете ну найдите меня я облегчу ваши страдания знакомство мое вызвать у вас улыбку ну соберитесь вместе миллионов сто долларов дайте мне и вы увидите мы вам построим кое-что какая улица будет сколько людей вы хотели верующие приехать но никто строиться не может ничего нету мы в течение одного года наполнили потеряевку больше корчили была бы но грошников нету первым делом Игорю барабашу новый самый современный комбайн купить а потом остальное учителям зарплату поднять раза в три школы новые построить ну ему скажите скажи скорее дружите с этим человеком он вам на небо отправит все я тогда немножко остановлюсь раз вы не хотите вопрос к вам почему вот западный мир так любит Достоевского за что какие его слова конкретные или вообще в общем любит или не любит западный мир Достоевского любит или не любит любит Роман сказал любит любит Анатолий еще вас говорит я бы зубами эти все книги все изорвал в дребезги вот и все потому что он возьми вот когда принесли Владимиру Ильичу Ульянову на утверждение какие памятники в каком городе ставят он одобрил все кроме одной кандидатуры знаете какой там написали какие писатели там ученые он памятники поставил даже иуде памятник поставили в одном городе а вот одного человека он вышел чтобы духа его не было какого писателя российского русского неужели никто не знает ну Достоевского наверное Лескова его как звать величать кто знает Николай Семенович правильно абсолютно правильно вот его Ленин страшно не любил почему потому что он все это уже в такой форме легкого юмора показал кувертология возьмет который посчитай и все он евреев брал и этого простить не могут а кто написал 200 лет вместе с евреями сейчас это статья к Солженицу на отношения такое только из-за того что он показал какую роль играли евреи в уничтожении царской России и всех расстреливали где Френкель откуда они пришли все подробно подробно написал в архипелаге ГУЛАГ и поэтому они его заочно сейчас клеймят и клеймят его мертвого ну что замолчали то утихли все упарились так это поможет кому-то задать вопрос который ты нашел нет упрал спаси Христос ну тогда все так вопросов никаких нету а то я отойду у меня гость сейчас Рахиль что-то просила ее подсоединить может у нее что-то есть вопрос секундочку вот она присоединилась как там Татьяна Кузьминична Игнатий Тихонович а что Воля а что сказала как там Татьяна Кузьминична выписалась нормально выписали все слава Богу слава Богу аллилуйя трудись душа для Бога ну еще отпустите меня я отойду тогда от вас а вы там считаете что-то рассуждаете я тут ну раз зря сижу тут зачем уже время пол восьмого давайте помолимся разойдемся наверное никого нет ничего а но все-таки вот опять то есть почему вот великий инквизитор вот антихрист да давай помолимся помолимся все помолимся достойно истину блажите богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего честнейшую хирург и славнейшую без сравнения с без истления Бога слово руч и сущую благородицу тебя величай помолитесь игнать любящий наш отец небесный мы умоляем тебя господи укрепи народ твой дабы никто не принял на чертание зверя и вы святые мученики столько претерпевшие молите Бога о нас дал бы Господь крепость силу чтобы не отречься от сладчайшего имени Иисуса Христа как угодно тебе Господи ибо святые под жертвенником молятся доколе не мстишь владыка за кровь нашу научи нас ценить то что оставили они для нас и сохрани нас всех в святой православной вере будь милостив к нам помилуй Господи и то сокровище которое ты даровал нам труды святых отцов и каноны научи нас свято соблюдать благословляя твое святое имя в тех которые прошли впереди нас тебе Боже хвала и слава счастье и поклонения отец сын и святой дух аминь милостив милостив отец и